День добрый и добро пожаловать! Куда-нибудь, где у нас есть экшен, да, у нас открытый мир в этой игре, так, давайте, да, наверх, телепортируемся и пойдем налево и убьем врагов, и давайте начнем с того, что эта игра вышла где-то год назад, она вышла на Xbox, но, и знаете, когда обычно говоришь о играх с Xbox, всегда говоришь, да, это интересная игра, но порт не очень. И здесь меня эта игра очень обрадовала, и она показала просто, что те порты и те игры, которые нехорошо сделаны, нехорошо переведены с Xbox на компьютер, это не потому, что это невозможно, это потому, что разработчики решили это просто не делать. Так, я, ммм, а где я еще не был? Ага, то есть мне нужно вниз, а потом наверх и влево или вправо, все понятно, хорошо. Так, давайте тогда пойдем. Враги появляются обратно, потому что открытый все-таки мир, и так как это отчасти RPG, ну или просто игра с элементами RPG, то здесь у нас присутствует немножко грайнда, то есть мы всегда можем вернуться на какой-нибудь уровень, например, и поубивать монстров, чтобы получить побольше денег или материалов для крафтинга. Ну, о чем я говорил? Я говорил о том, что игра шикарно портирована, у нее очень высокое разрешение, классное управление, и в нее даже можно играть на клавиатуре, хотя я сейчас играю на контроллере, и это очень-очень классно. Это просто качественная-качественная игрушка, и то, как ее сделали, и перевели, и просто, ну, не могу не нарадоваться, особенно когда я знаю, что очень-очень часто игры с Xbox'а приходят к нам, как бы, знаете, ну хорошо, а теперь люди, которые на компьютере играют, теперь тоже имеют право. Но мы портировать особо не будем, да, да, пускай подавятся, вот что-то вроде этого. Нет, нет, тут такого не было. Следующее. Что же это такое? Это, в первую очередь, Metroidvania, то есть игра, в которой у нас открытая карта, в которой мы открываем все больше и больше разных мест, а можем вернуться также на другое какое-нибудь место, потому что мы чему-то новому научились, какой-то новой технике, например, технике полета, или мы знаем, как теперь открыть ту или иную дверь, или попасть в то или иное место. И поэтому нам стоит вернуться на какую-то старую карту или местность, чтобы там что-то найти новое, или новую дорогу, или просто бонус какой-то открыть. А то есть вот этот открытый мир, он имеет смысл, он не просто так здесь, он не бессмысленное такое дополнение, а он и вправду, и вправду продуманная часть игры. И знаете, вот это вот бессмысленное дополнение, это то, что я с удовольствием использую, когда обозреваю игры, в которых напихано, ну просто куча элементов. Знаете, когда в игру запихали элементы открытого мира, RPG, экшена, в которой еще куча текста, куча... ну просто в нее все, все запихали, и обычно хочется сказать так, ну да, хорошо. Они пытались что-то такое интересное сделать, но, к сожалению, у них не получилось. Здесь я с удовольствием говорю, что это одна из тех редких игр, в которую запихали, ну очень-очень много элементов. Давайте я встану на чекпоинт, полечусь, и мы пойдем дальше. В которые запихали вот именно вот это огромное количество элементов, и это получилось. Оно, по крайней мере, даже если некоторые элементы не очень хорошо продуманы, как, например, крафтинг, который есть, но он не очень важен. Знаете, это не очень важно, но он есть. Он, по крайней мере, не мешает, он не заставил разработчиков, господи, так, я помню, ему нужно вовремя поставить блок. Даже не блок, а контратаку сделать. Так, хорошо, ждем. Хитрый, хитрый. Так, тихо. Давайте. Я хотел пролететь над ним, и, по-моему, он нас сейчас убьет, но нет, нет. Эх! Не вовремя. Я мог бы пробежать, я мог бы его перепрыгнуть, но я хотел его вам показать, потому что, как вы видели, здесь есть такие трэш-враги, в которых куча, из которых выпадают монетки, которых такими огромными кучами убиваешь, но есть также большие враги, от которых, если вовремя не увернуться или не знать, как их убить, можно очень-очень быстро проиграть. И, как ни странно, и это теперь уже редко в играх, здесь можно проиграть. А то есть, когда я вот, я сейчас умер, меня не отправили по чекпоинту обратно. То есть, знаете, сейчас у нас в играх это нормально. А, ну, ты умер, ну ничего, отправились по чекпоинту обратно, начнешь сначала с этого места, но твой прогресс не будет потерян. Нет, здесь, если вы вовремя не сохранитесь, или не сохранитесь так, как вам хотелось бы, и проиграете, то вам придется возвращаться во времени, вам придется снова проходить, снова открывать. И, да, это наказывает нас, но, с другой стороны, это хорошо сделано, это, честно, сделано здесь, сделано так, чтобы игра была не слишком простой. Потому что, если бы здесь, скажем так, не было, не было вот этого, в кавычках, наказания за то, что мы плохо играем, так, давайте я поставлю себе... А, у меня, у меня левелап был? Давайте больше здоровья, хорошо. И теперь еду себе поставим, хорошо. О, господи, суши? Суши. Давайте просто скушаем суши, чтобы полечиться, а кренделя поставим себе вот сюда, вот на, так, на быструю кнопку, на быстрый доступ. И, я совсем уже забыл, о чем я говорил. Ах, да, о том, что здесь эта игра, ее не стоит недооценивать. Она, она сложная. Здесь всегда стоит следить за тем, что происходит, следить за своим здоровьем, за тем, что мы делаем, что находится на уровнях, где, что найти и как это открыть. Потому что, хотя это кажется немножко детским, я не знаю, будет ли у нас здесь диалог, с кем мы поговорим. Я, конечно же, не хотел бы вам спойлерить вещи, потому что это очень-очень интересная игра, в которой интересный сюжет. Но, если это будет, то вы увидите, что игра сделана как бы в... Так, еще один левелап. Так, давайте тогда сейчас фиджет дадим. Видите, это справа, вот эта маленькая желтая фея, которая летает за мной. Она хранительница моего меча. Да, и она теперь отправилась со мной, потому что меч прилетел ко мне и сказал, что дайте. И у меня есть квест, у меня есть задание, и мы пошли. И вот это фиджет, и все-все-все люди в этой игре, они нарисованы, и они очень-очень напоминают стиль мультиков. Вот как старые диснеевские мультики. Чип и Дейл, Дарк Вен Даг, или Утиные истории. Ну, просто вот это вот мир, наполоненный животными, которые умеют разговаривать, которые все-таки вроде бы добренькие, да, но есть здесь и злодеи. Это все может показаться некоторым, что, а, это детская игра. И опять же, я скажу вам, не стоит недооценивать эту игру. Эта игра сложная, эта игра классная. При том, что даже если здесь все нарисовано в таком детском стиле, диснеевском, здесь обсуждаются очень-очень взрослые темы. Предательство, судьба, долг, массовое убийство в деревнях. То есть, это серьезная игра. Опять же, не стоит ее недооценивать. Но, что у нас еще есть? То есть, я вам рассказал о самой по себе игре. Давайте зайдем просто в меню, посмотрим, что у нас здесь. У нас здесь есть, как вы видите, экипировка. У нас есть еда, которой мы лечимся. У нас есть защита. У нас есть бонус на урон. У нас есть сумочка, в которой мы просто все складываем. У нас есть ожерелье и брелочки. Это все, чтобы улучшить нашего героя. Это не очень сильно сказывается на геймплей. Но это нам слегка помогает. Просто делает нашу выживаемость намного выше. Следующая, это карта. Карта у нас открытая. Конечно же, мир не полностью открытый. И он разделен на разные игровые места. И в эти игровые места можно просто отправляться. И все открыто. Конечно же, карта закрыта тем, что мы не можем попасть в некоторые места. Потому что у нас может быть какого-то умения. Пока что нет. Но для игр Metroidvania это абсолютно нормально. Следующее. У нас есть разные квесты. И это вот именно то, что мы делаем на открытой карте. У нас есть главный квест. У нас есть дополнительные квесты. Может быть я уже что-то сделал. Мне может стоит уже в город вернуться. Может быть я еще что-то не сделал. Мне может быть стоит вернуться на какие-то другие поля и местности. Посмотреть, что я там еще упустил, забыл сделать. Поэтому, опять же, если вам хочется большой открытый мир и квесты. А то есть что-то делать в этом большом открытом мире. То игра вам дает это. Следующее. У нас здесь есть крафтинг. А также есть крафтинг материал. И эта система крафтинг материалов очень интересна. Потому что, как видите, у нас есть куча материалов. Но наши продавцы, с которыми мы встречаемся в игре. У них в самом начале очень-очень мало материалов. Чтобы они смогли нам продавать больше материалов. Нам нужно сначала принести какой-то тип материалов. Продать им. Они скажут, о, хорошо, теперь я знаю, что здесь есть, что тебе нужно. И тогда уже через некоторое время у них в магазине будут пополняться эти материалы. То есть у нас есть еще такой элемент собирательства. Мы ходим туда-сюда, убиваем врагов, собираем новые материалы. И сдаем их нашим продавцам. Чтобы потом у нас эти материалы были доступны в большом количестве. Следующее. Это статы. Это статы. Дальше это у нас левелинг. А то есть, как видите, я могу поднимать здоровье, урон, защиту и урон, который наносит фиджет. Это вот эта маленькая фея. Это все, опять же, легкие RPG элементы. Но, как видите, я больше всего вкладываю в здоровье. Потому что здесь бои, вправду, серьезные. Хотя я играю не на самом сложном. Но здесь пропустить парочку ударов. И уже понимаешь, что да, это серьезная игра. Итак, что здесь еще? Боевая система, которую вы здесь видите. По идее, у меня всего лишь два удара. Ну, или две вещи, которыми я могу пользоваться. Это мой меч. И это фиджет. Это вот эта вот фея, у которой я сейчас уже даже два. Вот, две атаки. Все. Это все, что есть. Но я могу делать комбо из этого всего. Я, например, могу начинать раскручивать мой меч. Я могу сделать удар, я могу делать разные вещи. Я могу делать разные захваты. Я могу сделать... Как видите, это немного, но это всего лишь на двух кнопках. А потом я могу еще сделать, например, удар фиджет. Так, чтобы случилось вот это. Или вот этот удар фиджет. Сделать так, чтобы случилось это. И в это же время летать туда-сюда по воздуху. И это... Это классно. Это просто, когда начинаешь играть и делаешь это все. Притом это все легко делается. Этому легко обучиться. И я всегда знаю, что я делаю. То есть нету такой проблемы, как зависание в комбо. То есть знаете, когда нажимаешь несколько вещей. И потом просто игра не дает выйти из комбо и сделать что-то новое. Среагировать на то, что происходит. Этого нету. И это очень классно. Я всегда контролирую, что происходит на экране. Я всегда знаю, что я делаю с врагами. Я всегда знаю, какая атака будет следующей. Итак, давайте сейчас. Оп. Хорошо. Подождем, пока бедный враг упадет. Так. И пойдем дальше. А то есть боевая система здесь просто классная. Притом, как это смотрится. А то есть что происходит на экране, когда мы начинаем сражаться с врагами. На это просто классно, чудесно смотреть. Уууу, аж мурашки по коже. Притом, что нам не все сразу же объясняет. Нам говорят, что вот, пожалуйста, вот тебе элементы. Но, но, пожалуйста, экспериментируй. И вот этот вот элемент того, что меня не всему обучили. Мне дали поэкспериментировать и найти свои какие-то комбо. Найти свои какие-то удары и свой стиль игры. Это радует. И я сейчас как раз обучении. Ну, не в конце туториала, но где-то под конец туториала у нас появились враги. И наш меч, который с нами тоже общается, говорит, вот первые враги. Теперь делай то, чему мы тебя обучали. А Фиджит, вот эта моя маленькая фея орет. Мне на уши, да какое? Лупи по кнопкам! Лупи по кнопкам, это монстры! И то-то-то-то. Это просто очень-очень мило и очень классно сделано. При том, что, знаете, когда в игре слишком много текстов, и когда они плохо сделаны, это начинает просто давить на мозг. И думаешь, господи боже, мы когда это закончатся. Первое. Если у вас это вдруг настанет, вы всегда можете пропустить. Здесь ни одна катсцена, ни один диалог вас не заставляет это смотреть. Вы можете просто-напросто пропустить. Но, с другой стороны, они так хорошо сделаны, и здесь настолько интересный сюжет, что я вам советую провести с этой игрой немножко времени. Посмотреть, что же здесь все-таки происходит. В чем здесь дело? Откуда появился наш герой? И почему нам дали меч? И что за задание нас ожидает? Это все те вопросы, которые я даже сам еще не ответил, потому что я еще игру полностью не прошел. Но, я вам скажу так. Игра классная. Очень качественная. Очень хорошо продуманная. Шикарное исполнение. Шикарная музыка. Шикарная графика. И отличная-отличная цена. И я тогда даже... Я думаю, что мне больше нечего говорить, еще больше хвалить бессмысленно. Вам просто стоит самим уже взять, поиграть, посмотреть, нравится вам такой геймплей или стиль игры или нет. Потому что я понимаю, что можно говорить все что угодно, но некоторым, например, такой вот стиль... Оп, хорошо, вовремя. Наконец-то. Оп, хорошо. Некоторым просто такой графический стиль может не понравиться. И, конечно, тут это вкусы. Но, скажу вам так. Может быть, даже если вы не фанаты, но это не настолько мешает, чтобы это и вправду было так отвратительно, что, фу, я не могу больше на это смотреть. Нет, нет, нет. Может быть, сконцентрируйтесь на бои. А может быть, сконцентрируйтесь просто на открытый мир и на то, как в нем что найти, как через него пройти, найти все секреты, открыть все сундуки или открыть секретные места и комнаты. Для каждого здесь найдется что-то свое. И я тогда закончу видео. Большим-большим спасибо товарищу Доновану, о котором вы уже слышите почаще. Он нам предоставил кучу-кучу классных игр, на которые я еще на все не сделал обзоры. Но вы его имя еще очень-очень много раз услышите в следующие дни. Он нам предоставил игрушку. Большое спасибо ему. И я тогда... Давайте сейчас, мне просто интересно. Я вот здесь вот был. А вот здесь вот уже не был. Давайте посмотрим, что здесь будет. Куча-куча монстров. Так, давайте это ударим. Давайте сделаем специальный удар от фиджет вот с огненными столбами. Есть? Класс. Есть. И самое главное, что они еще приземляются. Шлеп. И все, приземлились. Хорошо. Давай. Я, правда, никого этим не убил. Но это просто очень красиво, когда делаешь вот так и начинаешь туда-сюда летать и всех убивать. Но давайте, давайте, я наконец-то закончу. Уберу руки от контроллера, потому что я так никогда не закончу играть в нее. Игра шикарная, классная. Стоит свои денег, стоит ваше внимание. Большое спасибо Доновану. Вам большое спасибо за внимание. И мы увидимся в следующем видео.